Никто серьезно не пострадал, но движение пришлось частично перекрыть. Поврежденные автомобили увезли с места на эвакуаторах. В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства страшной аварии в автопарке. Водитель автобуса не справился с управлением и снес пост охраны. От мощного удара сооружение опрокинулось. Пострадала сотрудница предприятия, которая в этот момент находилась внутри. Женщину доставили в реанимацию. На месте сейчас работает следователь. По предварительным данным автобусам могли отказать тормоза. Этим утром дороги Владивостока пролизовало гололедным. За ночами превратились в настоящий каток. К этому явно не были готовы автомобилисты на обочинах колонн разбитых машин. Но самая серьезная авария произошла в пригороде, где школьный автобус с детьми опрокинулся в кювет. Евгения Поттергера, вся последняя информация. Автобус лежит на правом борту в кювете. Высота дороги на этом участке трассы метра полтора. Водитель пытался тормозить, но было слишком скользко. Маленький автобус детский, желтенький какой-то. На капоте красным дети. Эта надпись не оставляет равнодушными водителей, которые едут мимо. Они первыми бросятся на помощь. Выясняется, в салоне заблокированы 14 ребят. Очевидно, что автобус ехал с небольшой скоростью. После того, как перевернулся, даже не разбились стекла. И вот если заглянуть в салон, то видно, что они целые с той стороны, на которой автобус упал. Выбито только вот это стекло. И очевидно, именно через него происходила эвакуация детей из салона. Оперативно на место прибывают полиция и медики. 8 человек госпитализируют. Троих позже отпустят на амбулаторное лечение. Остальных везут в стационар Владивостокской больницы с различными травмами. Происшествие произошло в 7.50. К нам в детишке были доставлены первая партия. В количестве 4 человек будет транспортировано еще 4 ребенка, которые также пройдут обследование. И при необходимости будет предложена им госпитализация. За рулем автобуса 66-летний водитель с большим опытом. Резина зимняя. Но и это не спасло. Двое детей моих. Второй и пятый класс. Не знаю, как так произошло. Автобус два раза перевернулся. Причину ДТП только предстоит выяснить. Впрочем, по нашим данным, следователи нашли документы, которые указывают на то, что на этой машине перевозить детей было нельзя. Местные власти оперативно решили устранить гололед. Отправили на место аварии спецтехнику. По иронии, прямо возле перевернувшегося автобуса коммунальный самосвал сам попадает в ДТП. По Приморским трассам сегодня много и таких аварий. Сначала сталкиваются два автомобиля, а следом собирают новых участников ДТП. Крутанулся, в меня попал опять. Ну и там еще вот товарищ на крузере усыпляет все это хозяйство, опять же у меня. Циклон будет действовать в регионе еще сутки, говорят синоптики. Температура может еще не раз перейти через ноль. Гололед на дорогах гарантирован. Власти просят бескрайней необходимости сегодня из дома не выезжать. Евгений Патергера, Сергей Лемыцких и Александр Данелия. Известия специально для РЕН-ТВ. Мы с концов халом взорвали здание парламента в Гайзе, где ранее заседало руководство ХАМАС. Там же с землей сравняли тюрьму. Об этом сообщили израильские СМИ. Ранее военные установили полный контроль над севером Анклава, захватив город, который был центром всех военных структур палестинской группировки. Этой же ночью израильские силы таковали города Кафардан и Еммунах. За пределами Анклава, на западном берегу реки Ордан, по ним нанесли массированные удары за артиллерия. Затем начался штурм. На западном берегу, который контролирует израиль, Сахал воюет не с боевиками, а с местными повстанцами, движением палестинского сопротивления. При этом огонь ведется по жилым кварталам. Гибнут мирные граждане. Также на юге сектора ГАЗа, куда теперь сбежали оставшиеся члены ХАМАС, израильские ракеты попали в здание школы ООН для детей балестинских беженцев, где люди укрывались от бомбардировок. Сообщается о нескольких раненых. На Совет Безопасности ООН отказался принять предложенную России поправку о немедленном прекращении огня в секторе ГАЗа. За нее высказались Китай, Арабские Эмираты, Бразилия и Мозамбик. Против проголосовали только США. Еще 9 стран воздержались. На этого было достаточно, чтобы отклонить инициативу. Внесенная Москвой поправка была дополнением к резолюции Мальты, ранее утвержденной Совбезом. Однако наши дипломаты посчитали документ слабым и решили его доработать. Дело в том, что он ориентирован на помощь детям в анклаве, при этом в тексте нет ни слова о перемирии. Отказ принять поправку заместителя постпреда России Дмитрий Полянский объяснил нерешительностью союзников США. В эти минуты массовые пропалестинские протесты разгораются в Лондоне. Этой ночью демонстранты окружили британский парламент. Перед голосованием министров...